Главная улица столицы уже в 6 утра превратилась в настоящую военную выставку. В ожидании парада колонны из танков, бронетранспортеров и других боевых машин растянулась от драмтеатра до самой площади. О том, что происходило в последние часы перед появлением техники в центре столицы, расскажем в следующем сюжете. Экипажи боевых машин замерли. До начала движения колонны остались считанные секунды и долгожданная команда. Рев моторов сотрясал соседние здания. С земля под ногами в прямом смысле слова дрожала. А несколько часов назад на центральной улице города царила тишина. Солдаты еще раз проверяли технику. Сегодня все должно быть идеально. За спиной полтора месяца тренировок. Впереди три долгих часа ожидания. Командиры подбадривают подчиненных и дают последние наставления. Более 120 единиц боевой техники растянулись от драмтеатра до самой площади. Первые танки в городе появились в 6 утра. А за ними бронетранспортеры, ракетные установки, артиллерия и специальные инженерные машины. Это все досталось нашей республике в наследство от Советского Союза. Но это далеко не музейные экспонаты. Поэтому напомню, что у американцев еще используются в вооруженных силах самолеты, изобретенные в 1951 году. И они их используют в вооруженных силах. Поэтому не от возраста зависит, а в первую очередь оборона зависит от морально-боевого духа. В предыдущий раз военная техника принимала участие в параде ровно пять лет назад, на 20-летие республики. Но именно сегодня была самая яркая и масштабная демонстрация военной мощи армии Приднестровья. Никита Кондратов, Александр Зубков, Дмитрий Глухенький. Первый Приднестровский телеканал.